Хирургия, травматология, лоротделения, гинекология больных с различными патологиями принимает Звенегородское подразделение Одинцовской областной больницы. Эпидемиологический режим не повлиял на профиль учреждения. Изменились только меры предосторожности. Теперь через специальный фильтр проходят и медики, и пациенты. Если сомнений в инфекционной частоте пациента нет, его госпитализируют. Впрочем, необходимую медицинскую помощь он получит в любом случае. Все будет строго по инструкции и согласно разработанной маршрутизации. Если вдруг мы выявляем подобные вещи, мы полностью закрываем фильтр, оставляем данного пациента здесь. Если он нуждается в жизни необходимой помощи, здесь уже в Денисе, мы уже никуда не темись, не обязаны ее оказать. Но здесь тоже у нас вся маршрутизация такого пациента у нас расписана, начиная от уборщика, заканчивая заведующим отделением. Все это четко прописано, все это четко знает. В приемном отделении медики работают в специальных костюмах. У каждого индивидуальные средства защиты. Нагрузка заметно возросла. За одну ночь через них проходят десятки пациентов, не только из Одинцовского, но и на Рафаминского округа. Работать непросто, но справляются. У меня очень хороший медицинский персонал. Мы все стоим как один, а по-другому тут нельзя. Вообще, эта ситуация, которая сейчас сложилась, да не только у нас, наверное, на всей стране, это очень хорошая лаконцевая бумажка для всех белых фалатов. Наверное, сейчас все-таки каждый, кто носит белый фалат, поймет, зачем он пошел в медицину. Кроме того, сотрудники Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы прошли дополнительное обучение. Они, как и их коллеги из других медучреждений, обладают всеми необходимыми знаниями для предотвращения распространения COVID-19, чтобы стационар по-прежнему оставался чистым.